Сегодня дорогу на этом пешеходном переходе семья Некри переходит с особой опаской. С ним у них связаны плохие воспоминания, ведь именно здесь ровно полгода назад сбили их бабушку. Я услышал удар и скрип тормозов. Выскочили на улицу. Оказывается, в этот момент мама вышла в магазин напротив. И ее сбила машина. Улетела она перекрестка еще на 15-20 метров. По словам родных, водитель, который сбил их бабушку, ехал с огромной скоростью. Именно поэтому ее и откинуло на такое расстояние. Хотя на этом участке дороги висит ограничение скорости 40 км в час. Но больше всего родственников удивило то, что водитель, который управлял транспортным средством, был в нетрезвом состоянии. С многочисленными ушибами и переломами пострадавшая была доставлена в республиканскую больницу. Но шансов на то, что Галина Стефановна сможет выжить, врачи не давали. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Там были множественные травмы. Удалились резенку, разрыв мочевого пузыря, ушиб печени, ушиб легких, перелом трех ребер, перелом лодыжек обеих ног, тазобедренный сустав и черепно-мозговая травма. То есть даже я, не зная медицину настолько, что посмотреть нет, а я уже понимал, что бабушка очень сильно пострадала в этом страшном ДТП, в этой трагедии. Ну и врачи, конечно, не дали никаких обнадеживающих результатов. То есть дали нам понять, что хорошего не ждите. Еще три дня медики боролись за жизнь Галины Степановны. Но в итоге сердце бабушки не выдержало. Хотя в свои 76 она была абсолютно здоровой. Погибшая даже не знала, что такое больница. Родные говорят, что ей бы еще жить-дожить, но эта трагедия забрала у нее счастливые годы жизни. Теперь не знаем, к кому мне прийти, кто пирожки будет печь любимые, кто поздравляет с днем рождения, за хозяйством кто будет. То есть на бабушке у нас была как человек, и как мать, и как бабушка. Ну, очень золотой и любимый нам не человек. Сегодня родственники, вспоминая любимую маму и бабушку, понимают, что ее уже не вернешь. Они просто хотят, чтобы водитель, который лишил их родного человека жизни, понес за содеянное заслуженное наказание. Но, по их словам, сегодня обвиняемый свою вину признает только частично. Он не убежал с места преступления, хотя пытался уйти, якобы позвонить ему нужно было. Но вину свою признает частично. Не согласен с обвинением, которое ему было предъявлено. Но насколько частично, мы еще не знаем, потому что одно заседание судебное состоялось. Эта история – лишь один из немногих примеров о том, как безвинно на дорогах гибнут люди. В последнее время в нашей республике сводки происшествий все больше пестрят сообщениями об авариях с наездом на пешеходов. И все чаще в них фигурируют пьяные водители. За 10 месяцев текущего года на территории республики произошло 47 дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей, в результате которых 10 человек погибли и 71 участник дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. С участием пешеходов произошло 79 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 14 человек погибли и 69 получили травмы различной степени тяжести. В свою очередь ГИБДД утверждает, что они постоянно работают над повышением уровня правосознания автомобилистов. Они стабильно раз в неделю проводят профилактические мероприятия по выявлению пьяных водителей. Так, за 10 месяцев текущего года сотрудниками полиции удалось выявить 918 случаев, когда за рулем был нетрезвый шофер. Регулярно на территории республики проводятся профилактические рейдовые мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. В среднем за неделю к административной ответственности привлекаются порядка 30 водителей транспортных средств. Подобные случаи, говорят, инспекторы мало кого учат. Некоторых водителей даже не останавливает то, что за совершенное ДТП под воздействием алкоголя они понесут довольно суровое наказание – от штрафа до 300 тысяч рублей, до 9 лет лишения свободы. Остается сделать вывод. Видимо, попасть за решетку им куда охотнее, чем просто вызвать такси, не подвергая опасности ни себя, ни пешеходов.